Книга «Открытым окон», второй том, вопрос 775, тема взаимоотношений. «Как вы думаете, можно ли за безумные поступки называть человека безумным?» Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Относительно только одного этого слова, так распространенного у нас, несколько мнений. Одно мнение буквально «никого никогда и нигде не называть безумным» Матфея 5,22 «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака» – подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный» – подлежит Гиенне Огнену. Безусловно, что это слово выделено Христом из общего словарного запаса. Правильно ли перевели его переводчики, не берусь судить. Но толкуя 13-й псалом Давида, Иоанн Златоуст в 5-м томе называет безбожника-атеиста «безумнейшим из безумных». Псалом 13,1 «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Слово «безумие», «безумный» в Новом Завете встречается 19 раз. И это после того, как это слово уже было запрещено. Почему же им так и не перестали пользоваться? Корень этого слова 66 раз встречается в Ветхом Завете. Никто за произнесение этого слова не был никогда осужден ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Не потому лишь, что все, кто им пользовался, пользовались точно по назначению. Даже в церковных песнопениях и в канонах церковных арий называется безумным. Разве святые отцы не знали запрета произносить это слово? По всей вероятности, ключ разгадки находится в слове «брат». То есть, если человек употребляет это слово к тому, кто принял святое крещение, стал членом Святой Соборной Церкви, причащается святых христовых тайн, исполнен благодати Святого Духа. Столь строгое наказание есть еще за хулуна Духа Святой. Может быть, здесь связь именно с этим? Во всяком случае, чтобы не ошибиться, никогда это слово не употребляйте в отношении верующих. Солом 73, 18 и 22. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. «Восстань, Боже! Защити дело Твое! Вспомни вседневное поношение Твое от безумного!» Солом 74, 5. «Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога!» Это слово мы употребляем на законном основании при чтении Псалтири много раз. Третье ездр 10, 6. «О, безумнейшая из всех жен! Не видишь ли скорби нашей и приключившегося к нам?» Третье мудрости Соломона 1, 3. «Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы его обличит безумным». Третье мудрости Сираха 20, 14. «Даяние безумного не будет тебе на пользу, ибо у него вместо одного много глаз для принятия». Третье мудрости Сираха 21, 22. «Иной губит душу свою по робости, и губит ее из лицеприятия к безумному». Третье мудрости Сираха 21, 22. «Наставление для безумных, а ковы на ногах и как цепи на правой руке». Сираха 47, 23. «Ты положил пятно на славу твою и осквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих, и они горько оплакивали твое безумие, что власть разделилась надвое, и от Ефрема произошло непокорное царство». Сираха 47, 27. «И оставил по себе от семени своего безумия народу». Сирах смело называет поступки сына Соломонова Раваама безумными. 2 Петра 2, 16. «Но был облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка». Римлянам 1, 22. «Называя себя мудрыми, а безумелем». Притча 18, 23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Кто изгоняет добрую жену, тот изгоняет счастье, а содержащий прелюбодейку безумен и нечестив». Солом 72, 3. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Экклесиаст 7, 17. «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Экклесиаст 7, 25. «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечесть и глупости, невежество и безумие». Редактор субтитров А.Семкин»